Когда-то давно, в прошлом веке, в магазинах продавались настоящие рыбные консервы. Мы открывали банку сайры, переворачивали её тарелкой, из банки вытекал бульон и больше ничего не происходило. Потому что рыба была так плотно уложена в банки, что держалась за счёт этого и приходилось поддевать её или ножом или ложкой, чтобы достать оттуда. Сегодня я покажу вам два стопроцентных вкусных рецепта из морской рыбы. И рыба будет такая же, как в те далёкие-далёкие времена. Смотрите и пробуйте. А готовить консервы сегодня мы будем из горбуши, сардины и скумблии. Для начала давайте приготовим великолепный томатный соус для консервирования наших сардин. Возьмём 4 средние головки лука, порежем и выложим на сковороду. Зажарим лук на плите до лёгкого-лёгкого подрумянивания. Не нужно выпаливать весь сок с лука, он пригодится нам в консерве. Подготовленный лук выкладываем в кастрюльку, которую оставляем на горячей плите. Сюда же добавляем 3-4 ложки хорошей томатной пасты, без всяких там химических добавок. Натуральная паста, томат и соль. Ложки должны быть сверху, не жадничайте. 2-3 среднего размера моркови можно потереть на тёрке, а можно просто порезать ножом, как сделал я. Режем и добавляем в ту же кастрюльку, стоящую на медленном-медленном огне. Затем добавляем сюда 1,5-2 стакана горячей воды и оставляем томиться на плите. Пускай томится 40-50 минут, можно час. За 10 минут до готовности добавляем лавровый лист, 5-6 листиков хватит. А также перец, душистый и просто черный горошком, по 10 горошин каждого. Еще сюда можно добавить немного сахара и немного соды, если вас мучает от томата изжога, тогда изжоги не будет. Солить не надо, посолим потом в банках, чтобы не ошибиться. Между делом я подготовил рыбу, почистил и помыл ее, но чешую не снимал, чешуя в автоклаве растворится. Это горбуша, как раз на одну пол-литровую баночку. Соли здесь нужно ровно чайная ложка, без верха. Больше ничего добавлять не нужно. Ни соленого рассола, ни соленого соуса, все здесь. Соли хватит. Будет ровно столько, сколько надо. Добавляем сюда лавровый лист и перец горошком. Заливаем растительным маслом. Из этих консервов можно будет готовить суп, есть их просто так, начинку для пирогов, паштет, да много чего можно готовить. По этому же рецепту мы готовим и нашу скумбрию. Получатся отличные консервы. А это наши сардины. Они уже помыты, почищены и подготовлены консервированию. Закуска получится обалдеть. Их ждет совсем другая судьба. Сардины солим точно так же, но кладем в банку более рыхло, чтобы между сардин попал соус. Так консервы будут гораздо вкуснее. И вот банки затарены и закрыты крышками твист, которые я предварительно перед закручиванием размочил в горячей воде. Прошу вашего прощения, что некоторые банки с этикетками. Дело в том, что я банок не ем, да и этикеток тоже. А после автоклава эти этикетки будут абсолютно стерильны. Вот что у нас получилось. Несколько баночек горбуши. Несколько баночек скумбрии. Это все в масле. И сардины. Сардины с овощами в томатном соусе. Вот литровая баночка, не думайте, что это много. На самом деле, на семью такую баночку открыть, она за раз вся съестся. Очень вкусно. Автоклав я уже занес. Стоит, отогревается. И скоро затопим печку. И начнем процесс. Чуть не забыл вам сказать маленький секрет. Перед приготовлением я выдержал рыбу в банках в холодильнике примерно 16 часов. Она маленечко просолилась. И поверьте мне, консервы от этого становятся только вкуснее. Дальше технология простая. Год назад я показывал, полгода назад показывал, как тушенку делать, как кашу. Делать на пару будем. Поэтому воду наливаем только на дно. Банки у нас не в воде будут. Банки заметили, да, разнокалиберные, всякого разного размера. Даже вот какая банка есть. Ну что-то вообще проблема с банками. Там угостишь, сам угостишь. И нету банок. Надо на базар идти покупать. Вот все, дно закрыли. Здесь пластина находится в автоклаве. Вот по нее налили воды. Чуть-чуть у меня, чуть-чуть больше. Чуть-чуть буквально сантиметр. И все, теперь ставим баночки. Никаких тут не надо их. Утягивать, закручивать там. Еще что-то с ними делать. Ничего этого не надо. Просто накидали туда. Насосом накачивать не надо. Давление одна атмосфера во время приготовления. То есть если в водяном автоклаве там 4 и больше атмосфер. То есть здесь одна. Он гораздо безопасней. Вот такие банки. И без воды вам легче. Легче без воды его можно подтякать. Представляете, полной воды бы был. Полный автоклав был бы воды и все. О, вот она. Еще баночку, блин, забыл одну. Дальше дело техники. Разворачиваем приборами к нам. И закручиваем. В нем можно и на воде готовить. Только на пару. У меня тут стрелочка вырисована. Чтобы совмещать сразу крышку. Правильно. Он у нас сейчас открытый. Сообщается с атмосферой. Затопим печку. И тогда уже начнем. Термометр крутится все время. Термометр крутится все время. Поэтому его нужно пленечку подстопорить. И просто спичкой. Можно зубочисткой. Зубочистка еще ловче. Ну вот. Можно тащить дрова. И начинать процесс. Ну все. Аппарат готов к работе. Сейчас печка разогреется. Поставим на нагрев. Отсюда пойдет когда пар. Крам закроем. И будем ждать подъема давления до одной атмосферы. Контролируя температуру. Вот так электрически экономим. Температура уже 99,5 градусов. Сейчас будет 100 градусов. Я закрою вот этот кран. С которого пар валит. И у нас в автоклаве начнет повышаться давление. До одной атмосферы. Рыбу будем готовить 45 минут. В два раза дольше, чем в автоклаве на воде. Да, рыбу готовим дольше. Зато этот автоклав остывает гораздо быстрее. Так бы пришлось на ночь оставлять. А так он остынет. Когда готовится на пару. Всего за несколько часов. До 30-40 градусов. Ну вот. 99,8 градуса. Из краника пар валит. Интенсивно. В автоклав можно закрывать. И смотреть за набором давления. Прям горячая. Все. Прикрыто. Вот. Предохранительный клапан есть. На всякий случай. Но будем контролировать. Ну вот. Дошли мы до одной атмосферы. Почти 118 градусов у нас. Для рыбы этого вполне достаточно. И держим 45 минут. При таком давлении. При такой температуре. И косточки будут таять во рту. Стащил с печки автоклав. Конечно гораздо легче. Чем если он был бы полной воды. И вот сколько он где-то наверное минут 20-25 назад убрал. Давление уже упало. Хорошо так упало. И температура у нас. Сейчас включим. Посмотрим. И вот температура такая. Ну то есть он остывает гораздо быстрее. Чем водяной. Это большой плюс. Сегодня день какой-то заполошенный. В общем с работы. Вот только под вечер вырвался. Хотел с утра вытащить банки. Ну все. Уже остеяли. Автоклад холодный. А получилось вырваться только так. А куда деваться? Так. Снимаем крышку. Ну поехали. Они уже остыдшие баночки. Они уже остыдшие баночки. А вот в томате. Еще в томате. Рыбка видит целая. Вся там лежит. Как я положил ее, так и лежит. Маленькая баночка. Для дегустации пойдем. А вот в томате. В томате с овощами. А это горбушка у нас. Видите какая смачная получилась. В этом автоклаве смело можно на костле готовить. Ни насоса не надо, ни закатки. Крышки твист закрутил. И все. Летом проэкспериментируем. Ну вот и все. 13 баночек, 2 из которых литровых. Вообще автоклав этот на 16 банок литровых. Банок не хватило. И так он разнокалиберный. Ну я думаю пускай постоят до завтра. И будем регустировать. И когда консервы у вас будут приготовлены. Обязательно проконтролируйте. Крышки должны быть втянуты в банку. Немножко втянуты. Вы не спутаете. Если крышка не втянутая, и так хлопает, когда нажимаете, значит банка не герметична. Съедайте ее в первую очередь. Прямо сразу. В итоге получилась такая у нас рыбка. Сейчас мы попробуем ее извлечь. Одной рукой конечно неудобно. Это все Собственный сок. Воды я не добавлял. Это в масле рыба. Он не вылазит. Ладно, сейчас я отключу на секунду камеру. А то одной рукой неудобно. И так, это у нас горбуша. Собственным соком. С добавлением масла. Ну перчик, душистый горошек, лаврушка, да вы все сами видели. Она очень плотная. И по-моему очень вкусная. И в итоге получилось такое привлекательное блюдо. Да, к нему чего-то не хватает, по-моему. Ну, будем пробовать. Так, попробуем. Бульончик какой. Ммм, очень вкусный. С пряностями хорошо все чувствуется. Просто обалденный. И кусочек рыбки. В магазине не купите такую. Рыба, конечно, великолепна. Надо оставить. Утром съем. Так, сегодня у нас следующий день. И сегодня мы будем открывать вот эту вот баночку. Здесь у нас находится сардина с овощами в томатном соусе. Ну, давайте посмотрим, что там у нас внутри. Так, я открою пока баночку. Ну, рыбка. Да, было бы странно, если тут мясо оказалось. Давайте попробуем выложить на талилочку. соус. Соус. Странно, рыба тоже не вываливается. Потихонечка идет. Горбуша вообще не вываливалась. Ну, вот. Такой у нас получился кусочек. Сейчас попробуем разобрать его. Вот такие сардинки. Выглядят довольно-таки аппетитненько. Слюноотделение началось. Кусочки все целенькие. Ничего у нас не развалилось. Ну, осталось попробовать на вкус. Ну, правда, что-то аж слюни текут. Попробую бульончик. Я с солью тоже угадал. В такую баночку. Чайная ложка соли без верха. И аккуратно. Ну, в этом соусе всегда получается обалденно. Вкус вообще чувствуется. Рыба обалдеть. Я бы добавил перчика чуть-чуть побольше. Ну, это на любителя. Ну, рыбу хочется есть и есть. Домашняя консерва. Это домашняя. С соусом, овощи, морковочкой. Тоже желательно обложку захватывать. Сардину стоит так делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!